Воскресенье Предпасхальную неделю, как сказал глава области, особое внимание должно уделяться вопросам благоустройства. Частота должна наводиться не только на улицах. Губернатор указал на то, что в должный вид нужно привезти также здания, на этих улицах стоящие. Для того, чтобы успешно справиться с поставленными задачами, на этой неделе пройдет общеобластной субботник. Что же касается духовного очищения, Сергей Морозов выразил крайнее неудовлетворение тем, как происходит оповещение людей о происходящих в области культурных и спортивных мероприятиях. Критика коснулась работы правительства в этом направлении. Воскресенье проходит заключительный этап большого фестиваля самодеятельной песни. Битком-зал. Ни одного начальника. Ни одного. За исключением Морозова и Панчина. Ни образования. Ни руководства блока внутренней политики. Ни руководства правительства. А как же вы собрались, господа начальники, разговаривать с молодыми людьми? Безобразие. Вот реально просто возмущение нет пределов. Минувшее воскресенье было богато на события. В пяти районах области проходили дополнительные муниципальные выборы. На всех 34 участках голосование прошло без нарушений в полном соответствии с законодательством. Избрано 9 депутатов. В итоге своим активным избирательным правом воспользовался 9951 избиратель Ульяновской области, что составило 42,7% общей явки. Сразу хочу отметить, что на дополнительных выборах это, наверное, самый высокий результат в истории проведения дополнительных выборов на территории муниципальных образований. Важно отметить, что своим конституционным правом воспользовалось большое количество молодежи. Почти половина всех тех, кто должен был голосовать впервые в жизни, проголосовала. Однако остается вторая половина. К более активной работе с молодыми людьми призвал губернатор. На этом электоральные вопросы не закончились. Глава области привлек особое внимание к работе с наказами избирателей. На прошедшей в субботу прямой линии губернатору было задано много вопросов от простых жителей региона. Часть из них Сергей Морозов озвучил на аппаратном совещании. Традиционный район ставит вопрос о перебоях с лекарственным обеспечением районной больницы. Или старокулатный район ставит вопрос о необходимости классификации зеленого сельского поселения, о необходимости создания новых рабочих мест в районе. А ничего этого нет. А вместо этого, так сказать, все, так сказать, там белое и пушистое. Еще одна важная тема, с которой обращаются люди – травмы, полученные на тротуарах и пешеходных переходах городов и сел. Глава области поручил разработать механизм привлечения к ответственности должностных лиц за каждое такое происшествие. Подошла ко мне там пожилая женщина, говорит, там с улицы Ефремова, по-моему. Да, говорит, как же так вот, мил человек. Значит, никто. Много раз звонила там в районную администрацию, там всяким начальникам. Никто не может тротуары сделать, говорит, все руки, ноги переломали. Ходить страшно и стыдно во дворе этого пятиэтажного дома. В ближайшее время эта ситуация должна измениться. Появлением юридической защиты чиновники станут ответственнее относиться к состоянию пешеходных зон. Уступил опять в обращение, которое уже было опубликовано в средствах массовой информации, которое, я так понимаю, так сказать, из-за, Александр Викторович, нежелания, так сказать, министров работать. Поэтому я считаю, что мы давать еженедельно, чтобы у меня была информация о том, как министр реагирует на те критические публикации. К главе области обратились предприниматели, недовольные отменом рядом пригородных маршрутов. Проблема озвучилась уже неоднократно, но реакции на нее от профильных ведомств так и не последовало. В следующем году мы обязаны все маршруты переторговать в связи с вступлением в силу в полном объеме 220 федерального закона. Поэтому в декабре и был принят документ планирования, в котором определено, какие маршруты будут по регулируемым тарифам обслуживаться, какие маршруты будут обслуживаться по нерегулируемым тарифам. Соответственно, министерством сейчас ведется работа, значит, весь реестр торгов, он в средствах массовой информации, в сети интернет, на сайте министерства, он представлено и имеется. Борьба с браконьерством стала еще одним вопросом, который рассматривался на аппаратном совещании. Глава области напомнил об обращении рыбаков, выступивших против незаконной ловли сетями. Его подписали более ста человек. Ни председатель прайдерства, ни его первый заместитель, ни вы, господин министр, даже не удосужились встретиться с этой большой группой людей. А что вам надо? Чтобы тысяча человек пришло? Ну вы же разбежитесь, вы же не будете с ними разговаривать. Почему вы так относитесь? Губернатор рассказал о создании в структуре правительства нового министерства. Возглавит его начальник управления по сохранению культурного наследия Шарпудин Хаутиев. Мы учредим министерство, которое будет отвечать за историческую, государственную политику, которая позволит нам сохранить историко-мемориальную часть нашей Ульяновской области для настоящих и будущих потомков. В завершении аппаратки глава области сказал, что отныне совещания будут проводиться в муниципальных образованиях региона. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание руководителей ведомств к проблемам районов области и вплотную заняться улучшением их положений. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.